Друзья, добрый вечер. Как видно, как слышно. Так, чуть тише. Сейчас. Так. Отлично. Ну все, друзья, давайте продолжаем нашу работу. Как видите, мы даже сегодня с Алексеем попросили у вас, ну или как сделали, отменили вебинар для новичков, потому что попровели дневной вебинар, до этого у нас была встреча в университете, в техническом Словакском университете. Алексей потом фотографию покажет, мы на дневном. Так, эхо. Здесь, друзья, я сразу извиняюсь, мы введем из гостиничного номера, Алексей из своего номера, я из своего. Я думаю, мы обязательно попросим подключиться Виктор Бабурин, он в соседнем номере со мной. Мы только что вернулись со встречи, вот буквально вот только зашли, я зашел, включил компьютер, это буквально вот 3-4 минуты назад. И мы были уже после дневного вебинара, у нас была встреча с министром транспорта Словакии. Это очень знаменательная, очень серьезная встреча, потому что Словакия вот сейчас идут здесь торжества, подготовка, весь город отцеплен, полиция здесь, все руководство Евросоюза, потому что Словакия вот буквально сейчас перенимает эстафету потише, да, Алексей? Сейчас, я и так уже сделал потише, сейчас. Вот так лучше, как скажите? Давайте, вот так хорошо слышно сейчас, да? Отлично. Соответственно, Словакия принимает сейчас эстафету руководства лидерства на год в Евросоюзе, будет представитель сейчас Польши, Дональд Туск, председатель Еврокомиссии, ну, Евросоюза. И Словакия будет следующая, кто ходит, поэтому контакты сейчас вот с чиновниками, с представителями, вот с министерства транспорта, нам это очень хорошее такое дело, потому что сегодня Словакия будет вносить основные и предложения, инициативы, все, что связаны с транспортом. И наша презентация сегодня, Виктор, они на английском языке, он делал презентацию для министра, он свободно разговаривает на английском, был министр транспорта и его заместитель. Блестящая презентация, Виктор, настолько грамотно, четко дает информацию и профессионально ее воспринял министр, и мы договорились о дальнейших шагах. Естественно, Виктор пригласил на октябрь на презентацию на наш фестиваль, и министр принял это приглашение. Естественно, мы пригласили на демонстрацию и на ТЭК в Берлин на выставку в сфере транспорта, инновации в сфере транспорта, которая проходит раз в два года. Соответственно, мы договорились о уже рассмотрении ряда предложений со стороны министерства о том, какие бы они хотели рассмотреть возможности по применению именно технологии Skyway. Сегодня в техническом университете, и мы сегодня очень интересно, друзья, знаменательно, кто следил за нашими репортажами в Перископе, прямо на ваших прямом эфире родился и адресный проект, и мы договорились подписывать соглашение с деканом транспортного факультета, но потом пересмотрели и решили, что надо это подписывать на уровне ректора. Кстати, сейчас подумали, и не исключено, что завтра мы все-таки подпишем с деканом такое соглашение, просто для того, чтобы уже нам доводить информацию, и они студентам своим уже официально как партнерам рассказывали о технологии. Чем еще интересно здесь в Братиславе, именно столице Словакии, именно переговоры, что сегодня здесь состоялась презентация Хаперлупа, сегодня были заключены соглашения по презентациям по строительству Словакии, и министр четко объяснил, что у них нет никаких предпочтений, сделал Илон Маск, точнее команда, которая занимает Хаперлупом, предложение по да, вот фотография сейчас очень интересная, это вот в центре сидит министр транспорта, и Виктор Бабурин ему, видите, прям так уверенно, четко докладывает, то есть у Виктора был очень соответственно такой обстоятельный, очень хороший доклад, он в совершенстве владеет английским языком, мы естественно все помогали Виктору, я кое-что там носил воды налить, когда это Алексей Суходоев демонстрировал слайды, вот, поэтому все были при деле, и соответственно доклад очень понравился, мы очень серьезно договорились о сотрудничестве, как дальше, у нас у нас еще Виктор к сожалению завтра, ну, что значит к сожалению, Виктор завтра улетает в Минск, послезавтра он будет в Минске, а в пятницу он уже вылетает в Танзанию на экономический форум в стран Восточной Африке по приглашению руководства Танзании, у него расписан там весь режим, весь график пребывания по минутам, у него там будут 10 встреч с высокопоставленными чиновниками, министрами сейчас скажу инвестиционной компании, но я надеюсь, что вот фотографию сейчас Алексей поставил, это мы как раз на входе в Министерство транспорта, вот соответственно будет представлять и для нас очень знаковое событие, ну, вообще, друзья, как мы, наверное, уже привыкли, у нас вообще сегодня нет незнаковых событий, что рекомендацию на участие в этом форуме дало Министерство иностранных дел Беларуси для того, чтобы представлять именно белорусскую компанию, белорусский бизнес, значимо, очень почетно о том, что мы представляемся уже как белорусская технология, потому что она признана и именно поддерживается на уровне уже государства и власти Беларуси. Соответственно, я думаю, что ни у кого не будет ни, скажем так, каких-то ревностных чувств о том, что это называется белорусская технология, потому что Анатолий Дарш Юницкий родился в Беларуси. Сейчас полигон строится в Мариной Горке, это недалеко от Минска, 6 километров. Произошли в 2011 году в России, когда был уничтожен испытательный полигон в озерах после представления тогда президенту России Дмитрию Медведеву. После тех событий, которые у нас произошли в Литве, когда мы думали, что в Евросоюзе и мы реально рассчитывали строить экотехнопарк в Шауляи, это Литва. Вот, на сегодняшний момент решение о сотрудничестве и работе в Беларуси правильное решение и сегодня у нас есть четкое понимание с властями Беларуси. А вообще, друзья, сегодня проекты, которые развиваются в десятках и десятках стран мира, мы давно уже вышли за пределы какого-то национального представления. Мы не зря для себя взяли основным нашим девизом, основным нашим призывом, основным нашим постулатом к действию, который говорит Михаил Кириченко, я аж мурашки бегу по коже, когда строй Skyway, спасай планету. Это очень важное событие. Сейчас мы так немножко здесь говорим строй Skyway, спасай Европу, Братиславу, но это все, конечно, частный случай. Основное, конечно, это технология, которая объединяет мир, поэтому мы объединяем мир, это основной девиз, который сегодня в нашей компании, и это мы с Алексеем ввели, и рады, что это принято. Объединять это наша работа, это у нас родилось в ходе такого интересного обсуждения с Ларисой Артамоновой, тоже, которая интересна, таким образом трактовала нашу миссию, нашу задачу. Конечно, основное это объединять мир и строить Skyway. И сегодня мы видим, как эта технология нужна. Министр, он недавно занимает эту должность, чуть больше, наверное, трех месяцев. Он личный друг Францисика, которого вы сейчас видите на фотографии вместе с нами, с Виктором, мы с Алексеем стоим. И это его очень хороший товарищ, друг, с тем, с кем он общается уже много-много лет. И у нас будут еще встречи здесь, вот Виктор завтра улетит, а у нас еще с Алексеем завтра, послезавтра еще будут встречи. Мы будем обсуждать уже детали, мы будем обсуждать уже, какие нюансы у нас будет довольно-таки продолжительная возможность пообщаться. Поэтому, естественно, что это очень важно. И сегодня уже, даже при обсуждении таком мимолетном быстром, то есть у нас презентация была сегодня около часа, вот все-таки это в рабочем кабинете министра. И, естественно, что час министра сегодня страны, которая принимает руководство всего Евросоюза и обсуждается вопросы, когда съехалось все руководство Евросоюза против Слава, естественно, что выделение времени такого это сегодня довольно-таки сложно. Вот, это рабочая встреча прошла, очень важная встреча, и я могу со своей стороны смотреть, сказать, что я все-таки на этой встрече был больше наблюдателем со стороны, потому что великолепный английский, который есть у Виктора, у министра, Алексей довольно-таки сносно, и вот, можно сказать, даже очень хорошо говорит по-английски францисик, тоже, так сказать, я там был, наверное, единственный, кто очень и очень слабо говорит и понимает по-английски, но, естественно, что так как презентовалась технология Skyway, я на 99% понимал, о чем говорит Виктор, потому что мне слова были понятны, и я уже не первый раз слушаю эту презентацию, и я могу сказать, что просто берет гордость за наших ребят, менеджеров, то есть Виктора, Алексея, вот, которые сегодня могут на любом уровне представить технологию, которую могут сегодня доложить на любого уровня чиновникам и бизнесменам и донести, и показать преимущества и перспективность технологии, и я считаю, что абсолютно, ну, скажем так, на сегодня своевременно, что отсюда после общения с министром транспорта, а завтра у нас еще будет ряд встреч с очень крупными инвесторами, которые хотят запускать адресные проекты и входить на очень серьезные инвестиции, сегодня будет проект, дальше прилетит в Танзанию, будет встречаться с руководством Танзании, с министром, с министрами транспорта Восточной Африки, соответственно, это будет презентация тоже на высоком правительственном уровне, но и все это, друзья, конечно, можно рассматривать как подготовка к тому, чтобы 21-24 сентября в Берлине, естественно, что Анатолий Дуарович с Виктором будут уже презентовать и показывать технологию мировой инженерной общественности, и там мы будем реально заявляться и показывать и обосновывать о том, что мы, друзья, лидеры в мировой транспортной инфраструктуре, мы сегодня предлагаем и запускаем и делаем технологию, которая обоснованно претендует на лидерство с инженерной точки зрения, и тот крупный бизнес, который сегодня присматривается, пока делает первые-первыхые шаги для того, чтобы войти в систему SkyWay, это, друзья, как раз начало большой-большой работы. Естественно, что мы сейчас готовим основу для того, чтобы потом запускать адресные проекты, и сейчас это все, что мы до этого с вами, друзья, и говорили про адресные проекты, и мы делали первые шаги, и наш первый проект поехали в Челябинске, и потом еще мы много рассматривали проектов. Сегодня мы подошли к тому, что уже мы выработали методику, сейчас мы на первых двух-трех проектах обкатаем полностью систему еще до, наверное, конца этого года, до октября-ноября, и потом наша будет задача это готовить, запускать проекты непосредственно с властями, с регионами, и весь следующий год мы с вами будем свидетелями и участниками системы, которая запустит десятки адресных проектов. И в этом будет заключаться наша капитализация, в этом будет заключаться как раз развитие Skyway, в этом будет заключаться и смысл той работы, которую мы сегодня делаем, а наша задача это постоянно увеличивать спрос и интерес к проекту Skyway, для того, чтобы кто входит и кто услышал и начинает применять технологию Skyway, в этом строился серьезнейший бизнес, в этом строился построение серьезнейших компаний и корпораций, здесь я могу сказать, что сегодня с нашими партнерами, которые входят, уже прорабатывают на экспертном уровне технологию Skyway, только одна управляющая компания, которая будет управлять восьмию адресными проектами, сегодня по бизнес-плану мы видим капитализацию на 10 лет почти в 50 миллиардов долларов, это говорит о масштабном продвижении технологии и таких управляющих компаний будут десятки, мы все с вами наблюдали и видели и очень серьезные аналитику и Виктор рассказывал и репортажи прошли, это про визит, приезд уже нашего партнера, личного друга, наблюдающего индийского рода Хука, который приехал с экспертами крупнейшей строительной компании Австралии, которые сегодня строят самый высокий небоскреб в мире, поэтому эти люди знают, какие задавать вопросы, они понимают о чем идет речь и я могу сказать, что и по реакции Анатольда Юницкого мы с ним очень много обсуждали и общались по итогам и с Виктором у нас сейчас было довольно-таки продолжительное время, когда очень подробно спросить и узнать именно все нюансы визита все и Виктор и Ротхук со своей командой они уехали абсолютно убежденные и абсолютно получив ответы на все вопросы Skyway и даже интересно прозвучала такая фраза когда Ротхук в сентябре был прошлого года и только-только началось строительство экотехнопарка он говорит я уезжал в сентябре и я думал что я технологии знаю все сегодня он сказал что знаете что в сентябре я знал только 10% но я сейчас понимаю что даже сейчас я не знаю о технологии все и еще одна очень интересная фраза когда он уже был в прототипе и сидел и смотрел как работает прототип и уже действующий образец Юнибуса он задал определенные технические вопросы и поинтересовался что мистер Юницкий а у вас есть что-нибудь что не продумано в вашем Юнибусе он говорит я 40 лет этим занимаюсь разве может быть здесь что-нибудь не продумано поэтому соответственно эта экспертная оценка для нас очень дорогого стоит и таких партнеров мы ищем такими партнерами мы дорожим и такими партнерами мы гордимся потому что это действительно достойные люди которые в свое время и работали в транспортной сфере Южной Австралии Ротхук возглавлял департамент транспорта он серьезный человек который хорошо ориентируется в политической системе он возглавлял предвыборный штаб нынешнего премьера Австралии он серьезно работает в бизнесе через его компанию в инфраструктуру от Элоиды инвестировано более 12 миллиардов долларов то есть это очень и очень достойный человек и именно такие партнеры и должны быть и будут у Скайвея и именно такие друзья и соратники будут у Анатолида Юницкого и у нас еще есть ряд которые сегодня включаются присматриваются принимают для себя решения и как раз таких людей можно действительно называть партнерами их можно называть экспертами специалистами и это друзья показатель того как человек который узнал о проекте от наших партнеров в сети которые Людмила она нашла его прислала ему материалы нашла в себе смело с ним пообщаться потом вывела его на общение тоже с лидерами наших сетей потом он вышел на разговор со мной подключился Алексей потом Виктор Бабин потом Анатолий Юницкий и это все естественная цепочка и сегодня это все результат общей работы это продвижение десятков адресных проектов в Австралии и я всегда привожу этот пример и всегда говорю что друзья это пример того как человек изучает технологию изучает материалы потом из Австралии прилетает в Марьину Горку встречается с конструкторами и отвечает для себя вопрос и поэтому когда кто-то ковыряя в носу а есть сегодня такие умники там в интернете которые там ментируют технологию и на меня периодически выходят и говорят я тут что-то за вами слежу 3 года и не вижу никаких у вас изменений понимаете ну еще следят за чем-нибудь 3 года но только мне не надо звонить и говорить я с такими полтунами балаболами которые себя называют экспертами или теми кто занимается венчурными проектами я не знаю чем друзья такие занимаются вот Трудхук да он занимается венчурным проектом занимается развитием технологий он изучает и работает в этом направлении с такими людьми очень приятно общаться и не зазорно работать и мы достойные партнеры это достойный друг и товарищ и партнер Анатолий Давчевиницкого а балабол который говорит я тут 3 года за вами смотрю и что-то у вас ничего не поменялось хочется сказать иди смотри еще куда-нибудь еще можешь 3 года ходить нам такие партнеры не нужны нам нужны высокопрофессиональные высокопорядочные серьезные люди и бизнесмены это те кого мы ищем и друзья я могу сказать что в каждом регионе сегодня у нас находятся такие люди в каждом регионе у нас сегодня есть партнеры и вот за неполную неделю то есть вот с прошлого четверг завтра будет неделю я посетил 24 города мы провели 6 конференций на которых присутствовало более полутора тысяч человек вживую и я могу сказать друзья действительно на каждой конференции люди которые поддерживают учаются в проект и те кто приходят на конференции и каждые встречи которые мы проводим мы проводили очень серьезные встречи в Казани на уровне администрации президента Татарстана министерства транспорт министерства торгово-промышленной палаты и мы договорились что в прошлой части была конференция в Казани что делегация официальная делегация Татарстана приедет в октябре на первую презентацию в Экотех так же как и сегодня естественно Виктор пригласил официально пригласил министра транспорта и он принял это предложение у нас количество делегаций увеличивается и увеличивается если раньше я считал что их там будет 35 потом мы называли 41 то сейчас это уже действительно уходит за десятки и десятки официальных делегаций городов мэров стран которые будут в Экотехнопарке в октябре когда будет демонстрация естественно что всех мы приглашаем и в сентябре на демонстрацию и на презентацию в Иннотек то есть инновации в сфере транспорта в Берлин потому что это тоже важное событие таким образом друзья если говорить что как промежуточный отчет за эту неделю то что после нашего крайнего вебинара который мы проводили была живая офлайн конференция в Казани в Магнитогорске в Челябинске в Екатеринбурге теперь в Братиславе вчера у нас была очень интересная показательная такая конференция в Братиславе где были представители примерно в разных частях из трех стран это Словакия это Чехия это Венгрия и был очень хорошо организован синхронный перевод блестящий доклад сделал Виктор Бабурин было очень интересно и много вопросов людей которые пришли первый раз мы делали трансляцию в Перископе поэтому кто смотрел кто видел можете друзья оценить и сложность работы потому что такие конференции все таки очень сложные когда идет общение и ответы на вопросы для меня это тоже такой важный вопрос потому что языковой барьер присутствует но я могу сказать что мы тренируемся мы делаем мы работаем и сегодня тоже показательный день у нас с Алексеем традиционный вебинарный день среда мы ни при каких обстоятельствах стараемся не пропускать единственное что друзья мы сегодня у вас несколько попросили сообщения что мы объединили и в обед дневной вебинар и с для новичков и технико-экономически расширенный потому что мы были в университете но как оправдание мы проводили очень содержательную встречу с деканом транспортного факультета потом с профессорами и кто видел трансляцию сегодня в перископе была очень интереснейшая живая встреча живой разговор именно с людьми которые преподают на факультете транспорта в государственном техническом университете Братислава это люди для которых теория научная теория это не пустые слова и прямо на наших глазах родился очень интереснейший адресный проект потом родилась очень интересная идея Алексей о ней расскажет это уже взаимодействие на уровне университетов мы договорились что в следующий наш приезд где-то через месяц это начало сентября до сентябрьской презентации в Берлине мы проведем еще одну конференцию в Братиславе и уже сделаем очень интересную совместную конференцию с участием университета Братислава технического университета университета Вены технического и университета Будапешта и соответственно это уже будет общий такой научный нет потому что интерес к тому что мы делаем самый неподдельный и декан и профессора транспортного факультета они очень с большим во-первых они давно все изучают технологию профессор с кем мы сегодня встречались он был вчера на нашей конференции присутствовал смотрел видел презентации Виктора Бабурина мою потом Франшисика он тоже очень профессионально доводит информацию он очень профессионально разобрался в сути технологии Skyway и сегодня мы уже выходим на уровень понимания науки в сфере транспорта и они действительно понимают что мы несем передовое направление мы очень много обсуждали аэродинамику когда как раз только еще под впечатлением потому что Анатолий Дуарович на прошлой неделе когда я был проездом через Минск и он нашел время встретиться мы с ним так практически на бегу два часа там рядом с железнодорожным вокзалом Виктор подъехал мы пообщались и как раз Анатолий Дуарович мне показал последние результаты аэродинамических продувок в трубе когда мы сегодня имеем результаты которые даже невозможно было предсказать Жуковский когда рассчитывал в конце 19 века аэродинамические сопротивления идеального самолета он пришел расчетным методом к коэффициенту CX то есть это по оси X основной показатель который показывает формулу сопротивления и энергетических затрат так вот этот коэффициент по оси CX 0.043 то что рассчитал Жуковский мы сегодня получили практические результаты и это уже подтверждено и закреплено всеми официальными документами коэффициент который очень близок к 0.03 то есть это даже лучше теоретически возможного и это открывает новое направление вообще новую пластво аэродинамики в движении и здесь это очень важно сейчас понимать потому что когда спрашивают о конкурентных преимуществах с технологией Hyperloop которую представляет команда менеджера Илона Маска и здесь мы как раз можем сказать что только благодаря вот таким решениям только благодаря вот такой науке мы можем утверждать что наши технологии сегодня не конкуренции мы стоим на острие как раз вот этой науки и поэтому мы создаем технологию которая наиболее сегодня востребована и которая будет максимально капитализирована в ближайшее время поэтому друзья видите у нас сейчас время сжимается мы не потому что мы сегодня туристы путешествуем то есть у меня за эту неделю уже было несколько таких дней когда я завтракаю в одном городе в регионе обедаю в другом ужинаю в третьем ложусь спать или в поезде или в самолете и следующий день продолжается примерно таким же образом и это друзья не из-за того что я просто хочу так перемещаться мы очень интенсивно сейчас набрали темп работы мы проводим огромное количество встреч с крупными инвесторами мы проводим сегодня с властями вот как сегодня прошла встреча презентация и все это друзья с единственной целью нам нельзя снизить обороты мы должны выполнить обязательства по финансированию подготовки берлинской конференции и самое главное презентации которая будет в октябре это требует напряжения и мы в таком темпе будем работать и июль и август и весь сентябрь и при необходимости можем ну еще интенсивно более интенсивно друзья я допустим не могу уже представить чтобы больше трех регионов в день и больше одной конференции в живую проводить но мы обязательно договорились провести конференцию еще в августе в Казани и уже арендовали зал у нас там есть партнеры которые нам представляют зал на тысячу человек в этот раз зал был на 450 он был битком люди стояли так же как и вчера в Братиславе был зал почти там на 300 человек и он был заполнен и люди стояли в проходе это тоже очень такой показатель интереса показатель работы показатель важности того что мы сделаем мы обязательно проведем еще конференцию в Братиславе уже совместную которая будет и на Чехию на Венгрию на Словатью потому что здесь активно развивающиеся структуры здесь активно работающие лидеры здесь активно сегодня бизнес который включается и смотрит поэтому это тоже крайне эффективная сегодня работа и результаты так же мы обязательно еще сделаем одну конференцию в Екатеринбурге и Челябинске там я надеюсь что мы оттянемся потому что Челябинске все таки я считаю для города где живут и работают такие лидеры как Мирошниченко Григорий Михайлович как Николай Шубин как Брюхов Николай как Леша Алексей Суходоев здесь я могу сказать что там конференции уже должны в первую очередь идти на тысячу человек но пока по всей вот этой линейке Челябинск я могу сказать выступил наверное ниже всего бледнее всего но благодаря тому что Алексей участвовал во всех других конференциях все таки пока наверное можно сказать что простительно но будем надеяться что следующая конференция будет минимум на 500 человек и соответственно результаты которые она будет давать тоже очень серьезно поэтому друзья мы вам рассказываем сегодня это не потому что там нечего делать а чтобы вы видели что интенсивность работы сегодня у Юницкого как инженера как президента группы компании как генерального конструктора сегодня крайне эффективная он даже там на недельку отпросился у всех у нас и поехал отдыхать к семье в Крым но тем не менее даже там он будет проводить встречу послезавтра с президентом Крымской академии наук с основными учеными которые работают в сфере транспорта и с бизнесом который сегодня ориентируется на высокую науку и там будет проходить большая конференция под председательством президента академии наук и Анатолий Дуарч естественно как почетный гость естественно как будет в этом участвовать поэтому видите даже неделя единственного отпуска которую он попросил перед теми событиями которые будут в сентябре и октябре благодаря нашей совместной активной работе таких активистов как Георгий Михайлович Морошниченко и то можно сказать испорчено это шутка конечно друзья это очень важный момент и Анатолий Дуарч естественно согласился в этом участвовать потому что это очень важно это обсуждение особенно сейчас когда Анатолий Дуарч может показать результаты аэродинамических продовок когда он может показать уже статические испытания путевой структуры которые проводятся расчетные показатели которые уже закладываются в то же сентябре будет демонстрироваться это друзья конечно с точки зрения науки крайне интересно и крайне важно и сегодня неподдельный интерес идет науке которая сегодня в таком передовом крае и конечно все ждут все ждут ходовых испытаний все ждут сертификации к чему друзья конечно уже все и приступают и потому что оперативник в лондоне первая компания которая начала работать в краудинвестинге Именно это Евразия Нравил Скайвей. И сегодня, по прошествии трех лет, то есть на нашем экофестивале, мы, друзья, показываем, что мы сделали. И эти результаты сегодня, я без преувеличения могу сказать, очень значимые. И они впечатляют всех. И впечатляют крупный бизнес, с кем мы ведем переговоры, и министром транспорта, вот как мы сегодня делали, и декана транспортного факультета технологического университета, с кем сегодня встречались, и президента Академии наук Крыма, кому будет докладывать Анатолий Дуанчевич Ницкий. И абсолютно уверен, у меня даже нет никаких сомнений, что Виктор Бабурин, когда будет презентовать технологию для министров транспорта Восточной Африки, также будет неподдельный серьезный интерес. Поэтому это благодаря нашей с вами работе, это благодаря тому, что за три года с помощью краудинвестинга, инвестпроводящей системы, мы создали механизм, который позволил сформировать конструкторское бюро, получить землю, сделать чертежи, изготовить образцы. Сегодня приступить к испытаниям, продемонстрировать технологию. Поэтому, когда кто-то, ковыряясь в носу, говорит, что, друзья, что у вас за три года, я что-то ничего не заметил, друзья, вы так ничего и не заметите. Нам с вами не о чем говорить, мы сегодня работаем не для вас. А те люди, которые пришли три года назад, это вся команда сегодняшних директоров, это молодых талантливых ребят, которые сейчас активно продвигают. Это тех инвесторов, которые нашли тогда в себе силы, уверенности, интуиции, для того, чтобы... Так, тут уже технические решения идут. Друзья, давайте все эти вопросы надо сразу напрямую в конструкторское бюро. Все технические вопросы рассматривает конструкторское бюро во главе с Анатолием Ильиницким. Я техникой не занимаюсь, я занимаюсь продвижением только тех вопросов, которые уже выдает конструкторское бюро, и как Анатолий Ильиницкий, как генеральный конструктор. Вот, это я сразу для пояснения. Потому что очень много предложений по поводу того, что можно применять, как можно применять. Вот, это, друзья, не наш вопрос. Мы менеджеры, которые занимаются в инвестпроводящей системе. Наша задача формировать краудинвестинговую систему, формировать сеть адресных проектов и реально продвигать проект уже к практической реализации. Ну вот, друзья, я слово передаю сейчас Алексею Суходоеву. У него, как всегда, как вы знаете, свой очень интересный взгляд. Я сегодня с большим интересом присутствовал на презентации, когда они вдвоем с Виктором Бабуриным презентовали в университете. Потому что все-таки у Виктора идеальный английский язык, у Алексея почти идеальный, у Алексея идеальный французский язык, английский у него второй. Он довольно-таки, собственно, по моим представлениям говорит на английском языке. Поэтому я сейчас, как собака, все понимаю, но сказать не могу. Но со своей точки зрения могу сказать, что они делают очень достойные, грамотные презентации. И я их с большим удовольствием, хоть и на английском языке, но слушаю. Алексей, тебе слово. Алексей, что-то у нас пропал, появился и не входит. Так, Алексей, если у тебя проблемы с интернетом, то можешь... Мы просто с Алексеем на разных этажах в одной гостинице. Вот. И я вещаю из своего номера, он из своего. Сейчас пока Алексей будет делать, я попрошу, пойду, чтобы Виктор Бабурин подключился. И сказал свое видение, потому что, пользуясь случаем, что мы здесь все втроем, и основной все-таки сегодня действующее лицо по презентации был Виктор Бабурин, я думаю, что мы попросим поучаствовать, соответственно, в нашем сегодняшнем вебинаре. Вот. Так, Алексей, как у тебя стоит? Благодарю, Сергей Анатольевич. Приветствую, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно, чуть-чуть отражает свет. Так, минутку, сейчас я поправлю. Ну, по ходу, действительно, на условиях работаем. То есть, в этот раз нам очень... ...со связи... ...со связью в отеле, чего не было на Киппе. Мы живем в поездках. У меня произошло... ...в Словакии. То есть, появились юнибусы, юнибайки, высокоэффективное перемешивание. И еще, и конец-таки визы. Ну, либо хотя бы вот эти вот визовые пасы, контроли под... Но, в общем, хорошо. Дорогие друзья, о чем я хотел бы сказать. На самом деле, Европейский... ...самолета сразу попал на конференцию. ...как проходило... ...так... 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 Так, получше. Меня слышно? Слышишь меня? Алексей! Меня слышно? Поднимайся ко мне в номер в 412-й и с моего компьютера будем тогда вести, потому что у меня интернет хороший. Видишь, у меня не прерывается, а у тебя там что-то притормаживает. Наверное, просто роутер на твоем этаже стоит плохой. Поэтому поднимайся ко мне в номер и будешь уже из моего номера. 412-й. Услышал, да? Так, ну, видите, у Алексея притормаживает интернет. Кому не поднимется? А я, Виктор, не знаю, выступает. Виктором вылетали из Москвы, его не выпустили. Соответственно, он прилетел на день позже. Вот мы с вечера, утром, ну, была конференция, и он уже включился во второй половине, как раз когда было его выступление. Он уже вот прям зашел с самолета и включился в... Поэтому работа, как вы сейчас видите, идет прям по ходу, прям с колес. И мы следующие вебинары тоже будем в походных условиях проводить. Потом 23-го числа я буду опять в Германии, в Ганновере, на заседании клуба инвесторов. Это российское, извините, европейское агентство бизнес-проектов. И я хотел поехать с Алексеем вместе, или что я общался в прошлый раз. Мы с Алексеем сейчас устанавливаем дежурство, чтобы по очереди, это каждый месяц такая презентация. Ну, вот как раз из-за вот этого сейчас визового режима, то есть Алексей не успевает оформить визу в Германию. Вот, и в этот 23-го, Юля, все-таки опять я буду один презентовать технологию Skyway уже инвесторам, как я в прошлый раз говорил на прошлом вебинаре. Это очень интересно. Работа немцы очень интересно включается. Сейчас у нас пошла прям регистрация большого количества немцев. Они уже пошли проплачивать, то есть инвестициями уже довольно-таки существенные. У нас вот Восточная Европа, вот почему здесь и конференции активны. То есть они уже вышли на очень серьезные объемы по инвестициям. Соответственно, это все увеличивающиеся, увеличивающиеся системы. И мы как раз увидели о том, что проект... Так, а где у нас Алексей? Алексей, Алексей, что-то он, так сказать, это... Вот, поэтому сейчас, вот тут пишут, в авральном режиме. Нет, друзья, мы работаем сейчас не в авральном режиме, мы работаем в интенсивном режиме. Вот, то есть действительно можно сказать, что это на пределе возможностей, потому что пять или шесть конференций подряд, где ночь это переезд или перелет, а иногда смена трех городов, вот, это, конечно, тяжелая нагрузка. Вот, но мы нисколько не прочим пощадам и нисколько не... В общем-то, серьезный сейчас подход, и мы к этому же призываем сегодня наших партнеров, потому что эти встречи сегодня нужны. Мы отвечаем на все вопросы, и представляете, что когда мы приезжаем с Алексеем вдвоем в регион, а вот как сейчас было в Братиславе, еще присоединился Виктор Бабурин, естественно, что не осталось ни одного потенциального и непотенциального инвестора, партнера, у которого были вопросы, и он не получил на них ответы. То есть мы абсолютно открываем всю информацию, мы абсолютно разъясняем все вопросы, и наша задача, чтобы люди, которые уходили после таких встреч, у них не было никаких сомнений, никаких противоречий к тому, что здесь как раз, друзья, мы тоже очень много обсуждали, родилась такая очень интересная, это на конференции в Екатеринбурге, когда там тоже один встает и говорит, что я тоже на вас смотрю, и я вот считаю, что это лохотрон, что вы разводите людей, там все это. Я говорю, знаете, друзья, у меня тоже есть один товарищ, банкир, естественно, он еврей, который смотрит и говорит, вы снимаете, нам кажется, что строится, потом показываете и вы даете это за свою технологию, у людей собираете деньги. Я говорю, знаете, что в принципе, такая точка зрения имеет право быть, но в сентябре мы делаем мировую презентацию, а туда лохотронщиков не зовут, не зовут, потому что туда зовут только людей, которые обладают новизной в мировой транспортной сфере. И, соответственно, раз пригласили туда нас и Илона Маска, то есть технологию Hyperloop, то, значит, вот два лохотронщика, в принципе, которые разводят людей и говорят, что у них есть технологии, мы туда, в принципе, приглашены. Поэтому, ну, не зазорно находиться с еще одним лохотронщиком, который разводит таким представитель Hyperloop. Вот, это шутка, конечно. Но, с другой стороны, друзья, мы в октябре показываем действующие образцы, и здесь я этому банкиру, еврею говорю, слушай, а вот как ты представляешь, если мы эти три года снимаем и показываем, то что мы будем показывать тысячам людей, которые приедут, десяткам официальных делегаций, которые приедут смотреть и увидят действующие образцы, которые увидят построенную анкерную и пересадочную станцию, промежуточные опоры, подвижной состав, и не один, и даже не два образца действующих. Это, друзья, откуда все взялось? Или это что, появилось по шучьему велению? Или это просто так мы сделали, ковыряясь в носу или снимая на МКАДе? Нет, друзья, мы четко работающий проект, который реально ставит перед собой задачи и решает вопрос. Алексей, ты там все это сам, приходи сюда, в этот самый, с моего компьютера вещай. Леша, у тебя там... ...мазит там интернет, и пришел в номер, и тогда будем с моего компьютера вещать. Алексей, слышал? Похоже, когда мы его звали, у него с компьютером что-то или с интернетом случилось, поэтому, видите, он все пытается ковыряться и пытается войти со своего. Так вот, тут пишут про Сименс, да, действительно, друзья, если сейчас сравнивать, а были ли ошибки с точки зрения технологий, а были ли возможности, когда крутшие компании... Все, Алексей, давай, 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 быстрее сюда, потом, пока ты будешь выступать, я Виктора позову уже. Вот. Неужели он до сих пор верит? Ну, друзья, тут есть люди, это надо подходить очень спокойно. Будут люди, которые уже будет строиться технология, будут проекты, будет запускаться, они все будут говорить, что нет, этого не может быть, или это все равно завтра все рухнет, или все равно вы что-нибудь, кого-нибудь обманываете. Это, друзья, относиться надо к этому спокойно. Так вот, Сименс, это правильный абсолютно сейчас пример, это мировой технологический лидер, это крупнейшая в мире корпорация, на которую работают сегодня там огромное количество и спецслужб в Германии, и компания по всему миру. Так вот, они 60 лет в тупик технологическую решению. теорию, одну трассу испытательную, на которой при испытаниях погибло 25 человек, они построили только одну трассу в Китае, это Шанхай аэропорт, и этот проект закрыт. То есть, несмотря на то, что... Секундочку, Олег. Это на интернет, это самое плохое, да. Ну бывает, это может быть роутер, это может быть роутер на твоем этаже стоит слабый, поэтому, видишь, у меня просто очень хороший интернет. Ну все, друзья, давайте тогда сейчас подпись будет моя, а выступать будет Алексей, не пугайтесь, так сказать. А я как раз сейчас пойду, видишь, как цвет поставил, вот, а я сейчас тогда пойду, Виктора приглашу, и Виктор подсоединится уже после Алексея. Благодарю, Сергей Анатольевич. Да, наверное, у Сергея Анатольевича тут на четвертом этаже получше Wi-Fi. Я, соответственно, дорогие друзья, я хотел бы рассказать свое мнение, которое я ощутил в НРС-лайве. Я хотел бы вам сказать, что если в следующий раз, точнее не если, а когда, и более того, мы планируем проводить это за несколько недель до Берлина, чтобы буквально толпами автобусов мы поехали в Берлин, повышать популярность и посещаемость нашего стенда, только если говорить даже про чехов, венгров, словаков. И на конференции были многие народности, дорогие друзья, коллеги, это была Канада, это было США, и, собственно, то ли еще будет. Мы обсуждали вопросы взаимодействия и сотрудничества непосредственно с Канадой. В скором времени, я больше, чем уверен, мы начнем цикл вебинаров долгожданных на английском языке. И, собственно, вы видите по картинке, которую вы видите, в виде слайда было много. Здесь ощущение, что человек 500. Не будем обманывать, то есть 260 человек и 40-50 человек новичков. На следующую конференцию коллеги пообещали удвоиться. Я думаю, что можно и утроиться при тех событиях, которые нас ждут. Если говорить про утренние события, то есть у нас сегодня гипернасыщенный день, я бы сказал, и это действительно режим нашей работы, это действительно такой вот Skyway lifestyle. И, соответственно, утром мы общались с представителями технического университета с замечательной аббревиатурой STU, но это не струнные технологии Юницкого, это слово Technical University. То есть аббревиатуры похожи, и, соответственно, как говорится, это судьба, возможно, из Destiny. И, соответственно, дорогие друзья, действительно сотрудничество может произойти, оно обязательно произойдет. Если сегодня, собственно, нас попросили, что данное соглашение необходимо к подписанию не только на уровне деканата, но и правильно, и корректно было бы его подписать на уровне ректора. И это замечательно, потому что одно дело, что деканат технической кафедры, оговорка, кстати, по фронту Министерства транспорта, Министерство транспорта было уже в следующей встрече. И, соответственно, завтра мы ожидаем уже подписания, подготовку. Если вдруг завтра что-то не получится, то уже на следующую конференцию, обязательно до Берлина, мы договорились, что соглашение будет подписано. Желание абсолютное, это бюрократическая система, это бюрократические процессы, которые нам необходимо проходить. И мы поняли, мы сейчас прописываем, создаем дорожную карту инициации европейских адресных проектов. И, соответственно, то, что сейчас происходит, это стандарт создания адресных проектов SkyWay именно в Евросоюзе. И то, что будет сотрудничество с техническим университетом, будет научно-исследовательская работа проводиться с техническим университетом, это крайне важно, дорогие друзья. И вспомним независимое исследование South Wales, Австралия. После того, как случайно нашли это исследование, буквально через некоторое время, появился Ротхук, и сейчас мы видим развитие адресного проекта в Австралии. И, соответственно, во второй половине дня уже мы встречались с министром транспорта. Интерес был очень большой, и Виктора Бабурина, министр транспорта Словакии, слушал с огромным интересом. И, собственно, была проведена действительно блестящая презентация Виктором Бабуриным. Я думаю, что всем англоговорящим стоит взять мастер-класс, и мы обязательно пропишем вот эту вот именно первичную презентацию, чтобы те люди, не все, я повторяю, не все, не нужно всем идти к чиновникам, общаться. А те, кто имеют знакомство, как наш коллега Франтисик Солар, то есть это буквально на уровне, что можно позвать, попить чай домой, обсудить в приватной обстановке, не в официальной обстановке. Если такие связи у вас есть, дорогие друзья, пользуйтесь, потому что время уже пришло таких контактов, и, собственно, вот Словакия тому пример. Ну, собственно, передадим в хедлайнеру сегодняшнего дня, сегодняшних встреч, сегодняшних презентаций. Мы, как говорится, с Сергеем Анатольевичем подносили патроны, патроны для входа и врывания даже, я бы сказал, в индустрию транспорта, зарождающегося транспорта второго уровня. Поприветствуем Виктора Бабурина. Виктор? Аплодисменты, аплодисменты. Ну, Леш, ты прям это... Нет, конечно, слишком, мне кажется, пафосно и круто, прям, на слова. Да нет, на самом деле, я вам скажу следующее. Друзья, коллеги, мы подошли к тому этапу, который, вы видите, должен логически следовать за всеми нашими этими строительствами в Марьиной горке. Ковырянием в этой белорусской зимней, осенней, весенней грязи и прочее, прочее. То есть мы должны не забывать, что это всего лишь этап небольшой в развитии проекта. А вторая огромная часть, которая следует за демонстрацией полигона, который должно произойти осенью, это продажа технологии. И... Субтитры создавал DimaTorzok ... ... Продолжение следует... Продолжение следует...